Уважаемые коллеги, добрый день. Нам сегодня предстоит обсудить вопросы развития транспортной инфраструктуры Юга России. Это комплексная задача, отрешение которой зависит перспектива социально-экономического развития не только этого региона, но и страны в целом. Уже сейчас на Азово-Черноморский бассейн приходится более трети всего, идущего через российские порты грузопотока. Южный федеральный округ играет значимую роль в обеспечении экспортно-импортных перевозок, в том числе в рамках международных транспортных коридоров, таких, например, как Север-Юг. Необходимо активно использовать конкурентные преимущества выхода к Чёрному и Каспийскому морям. Развивать транспортную инфраструктуру, удобную как для внутренних, так и трансграничных перевозок. При этом мы должны исходить не только из текущих потребностей, но и работать на перспективу. Анализировать, как будут выглядеть пассажирские и грузовые потоки через 5 и 10 лет. Учитывать развитие интеграционных процессов, деятельность таких структур, как организация Черноморского экономического сотрудничества. И, конечно же, особая тема нашего обсуждения – строительство Керченского моста. Это, безусловно, важнейший общенациональный проект. Мост обеспечит полноценную интеграцию Крыма в общую транспортную систему страны, создат дополнительные возможности для экономического роста. Строительство идёт хорошими темпами, но хочу напомнить, что транспортный переход через Керченский пролив – это не только сам мост. Нужно на качественном уровне подготовить автомобильные и железнодорожные подходы к нему, обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру, как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма. Вновь повторю, транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом. Я просил Дмитрия Анатольевича посмотреть внимательно, как идут работы на этой стороне, на стороне Крыма. Напомню, в этом году мы добавили на дорожное строительство в Крыму дополнительные 5 миллиардов, всего это 18 миллиардов получилось по году. Это, в принципе, солидные средства, можно было бы ещё добавить, но дело уже не в объёмах, дело в том, как осваиваются эти ресурсы. Дмитрий Анатольевич в своём выступлении скажет, наверное, о том, что он сегодня увидел, как ведут эти работы. Ещё одна тема нашего разговора – комплексное развитие системы грузоперевозок в Южном федеральном округе. Объём грузопотоков растёт. При этом железнодорожная система в направлении портов Азово-Черноморского бассейна находится фактически на пределе своих возможностей. Автомагистрали перегружены, потенциал внутреннего водного транспорта используется слабо. Подробно обсуждали эти вопросы на недавнем президиуме Егоссовета, как вы помните. Необходимо расшивать эти узкие места, наращивать пропускную способность транспортных артерий. Кстати, мы уже не раз говорили о необходимости строительства железнодорожного обхода Краснодарского узла. Соответствующие поручения были уже даны, и хотелось бы сегодня услышать, как идёт эта работа. Важно помнить и то, что наши соседи по региону тоже на месте не сидят, создают привлекательные условия для международных перевозок, в том числе и в крупных портах. Мы должны быть готовы к этой конкуренции, предлагать грузоотправителям качественные услуги. Это касается и скорости доставки, и условий обработки различных типов грузов. Кроме того, необходимо искать баланс между различными видами транспорта. Такой подход пойдёт на пользу и грузоотправителю, и перевозчику. При этом к развитию инфраструктуры нужно активно привлекать частных инвесторов. Подобный опыт есть. Например, проект по развитию терминальных мощностей на Таманском полуострове. Мы, кстати говоря, договаривались, что мы учтём то, что частный инвестор вкладывает свои собственные ресурсы. Речь идёт о миллиардах долларов. И не просто будем иметь в виду, что компания вкладывает средства, а будем иметь в виду, что она готова продолжить это инвестирование, причём в объёмах больших, чем сделано до сих пор. А это значит, что мы должны сориентировать и соответствующую инфраструктуру подходов к этому порту. Ну и исхожу из того, что решения приняты, и их нужно исполнять. Добавлю, что при реализации любых планов развития транспортной сферы необходимо максимальное внимание уделить вопросам экологии, защиты окружающей среды. Сюда, на юг России, на курорты Краснодарского края и Крыма, ежегодно приезжают отдыхать миллионы наших граждан и зарубежных туристов. И важнейший вопрос – это качество пассажирских перевозок, в том числе внутрирегиональных. Чёткая работа общественного транспорта. Знаю, предложения по этим вопросам есть, их тоже давайте сегодня обсудим. Отдельная тема – обновление подвижного состава, обслуживающего пассажирские перевозки. В первую очередь это касается Крыма. Здесь парк транспортных средств особенно нуждается в модернизации. Необходимо последовательно решать и эту задачу. И, наконец, ещё одно важное направление – совершенствование транспортной инфраструктуры в тех городах Южного федерального округа, которые примут у себя матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В Волгограде новый международный терминал аэропорта уже открыт. Идёт строительство аэропортового комплекса «Южный» в Ростове-на-Дону. Надо, кстати говоря, тоже съездить, посмотреть, как там эти работы идут. В целом, насколько я понимаю, по графику. Намечены масштабные планы по модернизации дорожной сети. Продолжение следует... Продолжение следует...